и запускает запустилась или нет не могу понять трансляция что запустилась и вижу я или нет трансляцию я не вижу все есть есть коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской и если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то пожалуйста проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой что здесь происходит происходит очередная спонтанная трансляция я пытаюсь все таки пытаюсь разобраться с этим внутренним сервисом трансляции вконтакта они все время каждый день почти что-то там переделывают вот и работает все это полностью с каждым разом все хуже и хуже ну тем не менее раз уж придумал для себя такой челлендж до делать каждый день эфиры ну попробую это делать окей друзья сегодня хочу с вами поговорить по поводу сериала last of us не знаю смотрите вы или нет но так или иначе нужно признать что судя по всему хотя еще только январь но можно говорить о том что это главный сериал этого года и совершенно точно совершенно точно весь остальной год пройдет под знаком этого сериала из последних новостей могу сказать что сериал уже продлили на второй сезон и есть несколько очень интересных моментов которые мне хочется в связи с этим сериалом обсудить прежде всего хочу сказать что самого начала мне было вот я посмотрел какие-то кадры посмотрел кастинг и честно говоря не лежала у меня душа к этому сериалу во первых я в целом не очень люблю сериалы и фильмы снятые по компьютерным играм поскольку как правило как правило там все не обычно не очень хорошо да вспомните том брайдер например и вот когда я посмотрел кадры возникло ощущение что я это все видел уже сто раз в других сериалах и одно из двух это или это у меня уже старость надвигается до или то что уже как-то ну задолбали сериалы снятые по указавкам из отдела маркетинга но набравшись храбрости я все-таки посмотрел и понял что да там все совсем не просто вот и серии уже вышли и чем чем дальше в лес тем толще партизан и что я могу сказать раньше творцы боролись с парнями в костюмах из отдела маркетинга потом была очень интересная штука когда парни в костюмах из отдела маркетинга начали бороться с комиссарами с немытыми волосами и которые следили за из обкома до которые следили за соблюдением повестки да то есть следили за тем сколько раз там появились плохие русские проститутки или плохие русские бандиты да сколько там появились плохие азиаты да сколько там появились хорошие черные парни или девчонки сколько раз там появились хорошие геи и так далее так далее вот это на самом деле довольно утомительно и этот сериал к сожалению тоже в этом смысле в этом смысле надежд не оставлять но создатели сериала все-таки ребята которые что-то в нашем деле понимают и так давайте я вам дам немножко немножко контекста да что это за история что откуда вообще появилась появилась вот это last of us идея появилась 2009 году у ребят которые работали в компании ноутидог что переводится как непослушная собака я подозреваю что по поводу этого названия тоже будут много шутить и называть их послушной собакой в дальнейшем эту сам эту компанию парни посмотрели в 2009 году документалку про кардицепс кардицепс это такой грибок который управляет который прорастает в мозг муравьев и начинает им управлять их память поведение да то есть это такой грибок паразит который пожирает мозг своего носителя и параллельно заставляет его разносить эти споры заставляет его бегать прыгать скакать по всей этой самой по всей планете да и разносить эти споры естественно человеку эта штука не вредно более того я погуглил и нашел что вот прямо сейчас в москве можно этот кардицепс заказать за 400 рублей вот этот грибок этот самый грибок да и конечно наверное не для того чтобы там подсунуть под подсыпать в еду какому-нибудь неприятному человеку но его можно заваривать и пить по чайной ложке в день и соответственно обещается что очень сильно очень сильно эта штука поднимает иммунитет я не рискнул заказать но тем не менее сюжет вкратце постапокалиптическое будущее да вот эти этот самый грибок в результате глобального потепления начал начал перекинуться ну произошла мутация и он перекинулся с муравьев перекинулся на человека и соответственно люди начали превращаться в зобби он начал управлять людьми и делать их очень агрессивными нападающими друг на друга и таким образом распространяющими эту грибницу по территории мира действие происходит через 20 лет после глобальной пандемии вызваны эти этим грибком и вот соответственно там герои путешествуют через территорию опустевших соединенных штатов америка америке в 2009 году началась работа над сериалом под страшным секретом никто про это не знал вплоть до того что была выделена группа разработчиков которые под значит чтобы сюжет не просочился под под очень большим секретом работала над этим проектом в 2013 году выходит игра на sony playstation и она сразу же становится безумно популярной достаточно сказать что только в номинации главная игра года в 2013 году она выиграл 240 раз в 240 различных конкурсах и постепенно появлялись разговоры о том что надо бы снять кино по этому поводу надо бы снять сериал по этому поводу и вот значит hbo заказала сериал достаточно масштабный с хорошим бюджетом где-то год назад появилась информация о том что будто бы этот сериал будут будет снимать наш режиссер кантемир балаков информация промелькнула и исчезла и вроде как считалось по умолчанию что он этот сериал там где-то в голливудщине снимать на самом деле ничего подобного не происходило и по всей вероятности просто он рассматривался как один из режиссеров рядовых которые там будут снимать одну из серий например там несколько режиссеров и видимо рассматривался до недорассмотрелся и но нам про это не говорили и вроде как страшным секретом оставалось то что кантемир балагов в течение уже года не над каким этим проектом не работал руководил проектом крэйк мэйзен вы его знаете по сериалу чернобыль видимо ход мысли понятен до чувак ты уже снимал про тот апокалипсис теперь давай снимешь про этот апокалипсис надо признать что крэйк мэйзен писать умеет дело свое понимает умеет делать интересно и в случае с адаптацией достаточно важно да почему потому что в адаптации задача создать что-то новое сохраняя при этом дух первоисточника так сейчас ребят дайте я секунду гляну я проверю просто у меня запись в итоге идет или нет для себя рассказываю что тоже в общем было бы неплохо может быть вы помните помните как питера джексона травили фанаты властелина колец а потом в конце концов его работа была признана эталонной экранизацией но я знаю другой более близкий на нам пример экранизация романа мать которую пудовкин осуществил в 2000 по двадцать шестом году на мой взгляд эталонная экранизация в которой от романа мать который мы в школе вообще-то изучали не осталось но буквально там камни на камне но получилось отличное кино на мой взгляд гораздо лучше фильм мать горького на мой взгляд гораздо лучше чем роман мать горького в общем в целом я считаю что на мой взгляд скорее получилось то есть смотреть это можно и и даже пожалуй немножечко больше но есть некоторые нюансы о которых хочется рассказать кстати интересно как фанаты игры отнеслись к этому сериалу прежде всего на что хочется обратить внимание это на третью серию которая вот только только вышла в тот момент когда я записываю этот видос и давайте так если вы не смотрели эту серию то лучше не смотрите это ведь это видео дальше потому что дальше будут прям я буду жестко спойлерить то есть я прям буду пересказывать сюжет поэтому остановитесь если не смотрели и я считаю эту серию написаны безупречно да то есть она она прям реально великолепны мы почитали отзывы там кто-то там колумен колумнист нью-йорк таймс пишет что это вообще лучший эпизод на телевидении который там можно пересматривать пересматривать кто-то наоборот там ставит 4 балла этой серии в общем мнение разделились мне прежде всего эта серия понравилась своей идеальной структурой и вот это именно структура она не так-то проста как кажется на первый взгляд да то есть казалось бы там никаких таких хитрожопых поворотов до каких-то прям неожиданностей там особо нет но она достаточно необычна да то есть там есть некая герметичная центральная история о которой заключена в сюжетную рамку с довольно таки жирной отвлекалкой то что называется red herring то есть наше внимание в самом начале отвлекают на погибших эвакуированных нам показывают сначала скелеты одетые в определенную одежду и потом нам показывают черную женщину с ребенком женщина вот в этой одежде да и ребенок в этом в этой тряпочке завернут да и мы думаем что сейчас нам будут рассказывать историю вот этих вот людей вот этой женщины этого ребенка как они погибли и пока мы так думаем в это время начинает разворачиваться совсем другая история никого выживальщика до людей из города эвакуировали а вот какой-то чувак у которого куча оружия какие-то видеокамеры на станут он в подвале своего дома спрятаться и вот он остается в покинутом городе и какое-то время минуту или две мы думаем что это такая случайная сюжетная флуктуация и что этот герой сейчас его сожрут зомби и все и дальше мы вернемся к эвакуированным и будем за их судьбой наблюдать а потом вернемся собственно героя про которых эта история рассказывается и именно поэтому совершенно намеренно нам в начале довольно долго не показывают лицо этого выживальщика да то есть он для нас не является персонажем да то есть это просто ну какой-то человек к которому мы не симпатии ничего никаких эмоций не испытываем и лишь через минуту или через две лицо персонажа дают крупным планом и мы видим о да это же ром свонстон из сериала parks and rex да и здесь даже самому неискушенному зрителю а неискушенные зрители сериала hbo все-таки не смотрят да сразу же становится понятно что раз актера звезду взяли пригласили на эту роль значит скорее всего он не на три секунды здесь появится а будет такая полноценная сюжетная арка и кастинг здесь вообще в этой серии чрезвычайно важен потому что второго персонажа и там тоже очень грамотный классно сделан да то есть появляется второй персонаж ты смотришь на него и думаешь блин где-то я увидел вот причем недавно совсем но сразу же не вспоминаешь почему потому что он там у него борода он там одет как бомж и так далее да то есть его узнать довольно сложно и тоже только через несколько секунд ты вспоминаешь а блин я же увидел в белом лотосе и там он играл персонажа гея и здесь мы тоже да то есть здесь идет такой от свет вот этой роли на это предыдущей роли на этого персонажа то есть из-за того что предыдущий я не знаю гейли актеры это вообще совершенно не важно да но важно то что предыдущая роль дает от свет на нынешнюю роль и мы понимаем а ну наверное тоже тут с ним с ним что-то не то да то есть это такой очень четкий сигнал для зрителей дальше что происходит дальше прям очень четко сюжет раскладывается на 4 акта 1 это спасение заблудившегося а вот этого самого чувака из белого лотоса дальше приход гостей и предупреждение о том что к вам могут прийти мародеры и на вас напасть третье это собственно атака мародеров и которые предупреждали и ранение одного из героев и дальше 4 еще проходит какое-то время и герой совершает здесь прям сразу предупреждаю спойлер герои совершают романтичное самоубийство дальше идет завершение вот этого рамочного сюжета да то есть мы из герметичной истории выходим и возвращаемся к горизонтальной сюжетной линии анализируя эту историю вообще смотря вот эту историю этих двух персонажей не сразу замечаешь что между героями нет конфликта да то есть они то там поругиваются тут поругиваются вроде чуть-чуть да тут да этот этим верит этот этим не верит да то есть но это такое не конфликт на уровне ценности не конфликт на уровне целей то есть они цели достигли всех своих жизненных в самом начале и они ни к чему не стремятся они не повода для конфликта у них нет и стремление никуда у них нет это очень интересно да то есть основой истории является не движение к цели не столкновение и не разрешение противоречия я этим был очень озадачен потому что а как это вообще может быть при этом смотреть интересно то есть у героев сразу же есть то что им нужно с самого начала и основа истории это переживание чувств это реакция на события и когда это понял я сразу понял что это вообще не западная история что это структура да то есть вот когда я увидел четыре акта конфликта нет но логично что это японская вот это кики кисю тэнкэцу да то есть анимешные анимешные манговая структура да из классических японских сказок да то есть мы можем видеть введение развитие поворот и заключение очень четко есть такой чувак у тэка мацуяма это такой японский проб ученый и он свое время разработал шаблон классической японской сказки и вот вспомните то что я вам только что рассказывал и сравните вот с этой структуры первое хороший человек спасает попавшие в ловушку животное которое оказывается голодным и заблудившимся богом блин один в один второе бог показывает герой всяческое волшебство третье завистливый сосед пытается отнять у героя то что у него теперь есть нифига себе четвертое плохой злодей наказан их там сжигают этих злодеек от которые нападают а герой получает свою награду счастливо прожитую жизнь в любви да то есть если сравнить сюжетом один в один как по линеечке написано то есть мы видим грамотно написанный сценарий причем и то есть вы должны понимать да что вот эта история это не просто ребятам в башку что-то там стрельнула давайте мы вот про это напишем а что ребята над этим конкретно сюжетом вот это эти короткие там 44 эпизода они я думаю провели несколько месяцев и это было они сначала взяли вот эту структуру японскую да может быть они пришли к этой японской структуре в какой-то там 20 30 итерации и когда они поняли как это работает да дальше после этого уже написали историю вот и мне было приятно и интересно увидеть сложную интересную структуру там где я ее в общем-то увидеть не ожидал вот это то что хорошее то что мне нравится в этом сериале то что он сделан сложно сделано интересно сделан с привлечением самых продвинутых интересов старителлинга теперь что мне в нем не нравится вот когда смотришь на то что тебе пытаются сообщить да то что 25 кадром в тебя закладывать срабатывают сигнал тревоги да вот например из-за чего началась вся вся эта бодяга с грибом из-за чего из-за из-за глобального потепления да то есть температура увеличилась из-за деятельности человека и все грибы люди не вняли не остановили свое производство не разрушили свою промышленность не умерли с голоду при этом поэтому вот вам получите атаку зомби дальше все началось с азиатов да хотя эпидемия происходит в америке ну началось все в индонезии где был произведен вот этот хлеб зараженный грибком и сначала там люди заразились на хлеб и хлеб на этой фабрике а потом этот зараженный хлеб попал в америку и дальше все все очень быстро быстро понеслось в течение буквально нескольких дней дальше нам показывают разбомбленные города показывают воронки и прямо вслух говорят да и там вначале женщина который когда ученые которые индонезийская который которая все это дело обнаружила она говорит что делать бомбить бомбить все уничтожать все города вместе с людьми только так можно это остановить а вот и очевидно мы понимаем что индонезийцы не решились бомбить свои города свой город 1 где возникло заражение из-за этого из-за этого пострадал умер весь мир по из-за этого погибла вся цивилизация из-за того что они не решились разбомбить и уничтожить каких-то 20 тысяч сраных азиатов которых никому не жалко да вот это сообщение которое дают нам да и там есть прямым прямым текстом сказано что вот там где бомбили это помогало очень забавно то есть вот месседж где-то чего-то заболела зачесалась надо сразу бомбить и там где бомбят там это всегда помогает окей хорошо мы уже видели как это прекрасно помогает бомбежки дальше все люди умерли но есть и хорошие новости как очистилась природа да вот мы выходим из этих городов и видим там где нет гребницы там где нет этих зомби леса дикие животные как 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 прекрасен стал мир после того как большая часть людей погибли по неволе начинаешь думать блин так может запустить все таки эту эту фигню ведь будет такая прекрасная природа и там так прекрасно можно будет жить опять же это вот двадцать пятым кадром нам внедряется такой месседж дальше когда я посмотрел первые две серии у меня честно говоря мелькнула мысль так стоп ребят что-то я не понял а где гейта ну как большой сериал большой американский сериал или как-то не ни одной ни одной ни одной сюжетной линии типа как важно заругают в обкоме но слава тебе господи третья серия все вопросы сняла дальше эвтаназия вот тему эвтаназии продвигают просто начи вот начиная с малышки на миллион клиента из туда уже честно говоря уже под надоело уже вот эта тема что типа ребята убивайтесь убивайтесь убивайте друг друга убивайте себя как можно больше да то есть живешь до живет человек ну да он там стал инвалидом в результате инсульта или еще чего да то есть как бы ограниченно может двигаться до может писать картины еще что-то но типа что ж это за жизнь разве это жизнь давай-ка мы покончим с собой тоже очень странная мысль на мой взгляд прям противоречащие природе человека да вот это воспевание эвтаназии это прям одна из тех вещей которые мне очень очень не нравится да вот это повестка это то что продвигается то что вот прям надо до обязательно надо в любом в любой в любой дыре затычка да в любой истории обязательно вот нужно этот нарратив продвинуть да вот честно говоря ребят я не думал что я доживу до тех времен я вырос на советском кино детстве советское кино американские а только там лет 14 начал смотреть но не думал что я буду вот так же как советское кино раньше смотрел да вот так же буду смотреть американское кино да то есть смотришь и сразу весь этот булшит пропагандистский выводишь за скобки на то есть она что а в чем вы тут меня убедить пытаетесь а ну вот все понятно да вот это да что то что не соответствует действительности но вот вы меня непременно и вы сами в это не верите нифига но вот вам непременно надо в этом нас убедить иначе вас заругает точнее не заругает а тупо уволят и проекту вы не снимите с ними тут другой и проблема в том проблема даже не в том что они пытаются продвинуть нарративы проблема в том что творцы в эти нарративы не верят нифига да как вот фильм про дамблдора последний пройти чудесных тварей до очевидно что люди просто схалтурили сделали фильм на тем который совершенно не волнует не интересует но вот надо на эту тему снять ну снимем ладно так с холодным носом да и получается такая херовая советская пропаганда и из-за того что вот эти сами месседжи которые продвигают до из-за того что они настолько безумные и настолько не ну не соответствует не истории не реальности наблюдаемой да то есть не соответствует вообще ничему не природе человека не соответствует поперек вообще всего из-за этого властители умов они настолько потеряли этические ориентиры да то есть мы должны продвигать такие-то нарративы мы их не то что в них не верим но мы даже не понимаем да как например мстители да вот по сути апология такая управляемого геноцида что это огромный большой фильм про то как хорошо будет если половина населения умрет да то есть формально конечно это про то что это плохо и мы с этим боремся да но есть и хорошие новости киты вернулись гудзон на ключевая фраза этого фильма да и в итоге творцы уже сами не знают что они они то что хоть вы то блин творцы то вы что хотите сказать зрителю и в итоге сообщение творцов становится да то есть они формулируют свое сообщение так что мы пытаемся убедить зрителя в чем-то заведомо противоречивым да как например федор в этом сериале он спасает жизни людей от заражения да то есть делает хорошее дело а светлячки подпольная организация да они занимаются террором и контрабандой да они выходят за стену они рискуют привести заразу в городе и стараются погубить всех выживших не стараются могут погубить всех выживших да но участники федора показаны коррумпированными жесткие жестокими и лживыми мерзавцами а светлячки это наоборот борцы за свободу и борцы за демократию да вот примерно такая же фигня была в фильме черный адам со скалой джонсоном этим дуэйном не знаю смотрели вы или нет да там плохие террористы шатают хорошую диктатуру хорошие террористы борются за свободу с плохой диктатурой как говорится в известном меме я чуть запутался да то есть такой двоемыслие какой-то причем нарочитое если честно у меня возникает ощущение что насадить пытаются не какую-то конкретную мысль какую-то конкретную идею а именно саму вот эту стратегию вот этого совкова двоемыслия да то есть любое сообщение она заведомо противоречит реальности на чтоб чё и она про имеет противоречие сама в себе в самом своем сообщении до чтоб человек уже он сам не пытался угадать кого он должен сегодня поддерживать кого он должен сегодня осуждать до чтобы он уже просто сказал ребят не морочите мне голову просто скажите какой ответ правильный и что я по этому поводу должен думать вот вот это что называется та самая та самая ложка дегтя которая на мой взгляд этот сериал довольно сильно портит при всем том что я повторюсь он реально хорош реально хорошо сделан очень хорошая сценарная работа очень хорошие актерские работы то есть вот все хорошо но блин вот это ребят те те нарративы которые вы продвигаете вот если бы их не было или если бы вы в них верили хотя бы да то есть пропустили бы их через себя я думаю что все таки со временем произойдет вот что да реальность она сопротивляется и вот как в советском кино смотришь какое-нибудь хорошее советское кино например шестьдесят седьмом году к 50-летию революции было снято несколько очень крутых советских фильмов например комиссар аскольдова он кстати 20 лет лежал на полке и вышел только восьмидесятые годы например в огне города нет глеба панфилова и вот те фильмы их я понимаю что люди которые смотрели тогда они их воспринимали как ну вполне такое правоверное советское пропагандистское кино но если на них смотришь сейчас они во-первых совершенно не устарели во вторых они смотрятся совершенно антисоветский почему потому что люди пытались найти вот в тех рамках идеологии готовы в которых они должны были существовать они пытались и старались говорить правду и в них это получалось вот и в конце концов я думаю что здоровое творческое начало так или иначе она всегда возьмет верх и начнет пробиваться то есть начнут появляться такие что называется они будут пропагандистскими эти фильмы да но при этом они будут антипропагандистские вот я в это верю и это будет очень очень любопытно я думаю наблюдать как это все будет происходить вот то что я вам хотел рассказать продолжаем наблюдать за этим сериалом он безусловно этого заслуживает я думаю что еще не раз он нас удивит и это тот самый случай давно такого не было когда ты смотришь сериал и ты понимаешь что там может быть все что угодно да даже при том что известен сюжет да то есть там они в общем следуют каналу да то есть они идут по конве игры но при этом я понимаю что реально там все что угодно может быть выходили сериалы такого уровня до по продакшену да например темное начало я тоже ну такого же примерно уровня по продакшен но там все было абсолютно предсказуемо или например сериал хранители дэвид линдерлов который написал тоже хороший парень очень толковый грамотный левтоверс например вообще великолепный у него но опять же да смотришь и в общем все понятно все что ты хочешь нам сказать парень все понятно а это сериала он именно на уровне первого сезона true detective которым может быть все что угодно и это конечно очень радует и вот за вычетом всего вышеупомянутого я думаю что смотреть его конечно стоит вот то что я хотел вам сегодня рассказать то что я понял сегодня и увидимся наверное еще не раз спасибо за внимание и пока пока